Сейчас, ребята, приведу пример Сергея Сачева. Не так давно заметил, да, Эдуард Асанович, он говорит, что, ну, разное ООП, другое в Котлин. Абсолютно, вот поэтому, я говорю, надо изучать два языка, понимаете? Пока вы воспринимаете, сейчас мы посмотрим то, что Асачи сделал, да, пока вы воспринимаете, как это сказать правильно, смысл, вот смотрите, сейчас поймете меня. Вот мы берем объектно-ориентированное программирование. Объектно-ориентированное программирование – это, грубо говоря, парадигма, да, но это не относится никакому языку. Например, объектно-ориентированное программирование имеет концепцию наследования, да. Грубо говоря, грубо говоря, что вы сами прочитаете, да, что есть определенный абстрактный тип данных, которые наследуют некие вещи, да, это применяется в классах. Так вот, пока мы, я хочу, чтобы, почему я говорю, что изучайте два языка, потому что надо выходить, ребят, смотрите. Когда вы изучаете один язык, только, вот мы возьмем наследование, вы исходите. Ну, возьмем вот этот короткий фрагмент наследования. Вот, например, вы изучаете Python. Ну, сейчас вот покажу пример. Так, ну, например, вот так сделаем. Вы изучаете Python. И, например, вот мы будем учиться с вами сейчас в Python, в Django, да, применять там множественное наследование. Python поддерживает множество наследования, Kotlin не поддерживает. Теперь идея, смотрите. Наследование в Python и в Kotlin и в Java и в любом другом языке это ягоды одного и того же поля. То есть пусть это будет, пусть это будет Python, пусть это будет Kotlin. Kotlin, пусть это будет Java. На самом деле язык совершенно не важен. Важно только одно. Понимаете ли вы, что такое наследование или нет? Вот если мы возьмем уроки, которые проделал Сергей Осайчев, очень классный пример к уроку 31. Ой, как я хочу продолжить быстрее, да? Kotlin. Давайте посмотрим. Сергей заложил очень классную традицию в школе. Описывать все, вот действительно. Посмотрим. Так. За целью брал повтор пройденного материала, да? Класс адрес должен быть базовым с областью видимости интерналь внутри модуля. А вот теперь смотрите маленькое отступление. Ребят, вот тот, кто идет через Kotlin, тот в любом случае потом будет легко понимать Java. Почему? Потому что, в принципе, области видимости, видите, они в Java такие же. Они же взяты в Kotlin из Java. То есть, по сути дела, все банально просто. Просто Kotlin сделан, ну, очень простым языком. Далее, он описывает класс ContentCountryCity с областью приваты, да? Приват дальше должен наследоваться от адрес. Грубо говоря, урок был по init, да? Вообще, основной init. И вот здесь расписан класс Kotlin, где мы наследуем. Ребят, для вас не должно быть никакой разницы. Понимаете, когда, пока вы изучаете один язык, например, только Python, у вас само наследование, вот вы, вот, как правильно сказать. Сейчас объясню. Ну, то есть, грубо говоря, наследование, да, записывается просто определенным образом. Ну, например, у нас есть класс Table, потом мы видим этот класс Table в скобках. Грубо говоря, новый класс наследуется от этого класса. Формируются какие-то области памяти при помощи init и так далее, и так далее. В Kotlin тоже есть init. И он просто выполняет, ну, потому что программисты ведь думают, всегда, в принципе, создают, когда язык, да, они опираются на одни и те же понятия. То есть, возможно, у него немножко другая функция, но сам смысл, сам смысл, что наследование берется один класс и наследуются некие параметры другого класса, оно остается. Здесь есть также инициализация, конструкторы, методы и так далее. То есть, вот эти вот понятия, наследование, инициализация, конструкторы, метод, свойства, они присущи всем языкам. Но когда вы начинаете писать на двух языках и рассматриваете, например, наследование Python, а потом переходите на наследование Kotlin, да, то вы уже понимаете, о чем идет речь. Почему? Когда вы берете второй, важная фраза, ребят, когда вы берете второй язык, да, то вы, по сути дела, для начала встречаетесь с неизвестным кодом, да, с неизвестным кодом, но потом вы начинаете оперировать знакомыми вам понятиями, то есть наследование, абстракция, метод, и вы понимаете, что вы это знаете, и вам остается всего лишь разобраться в тонкости, как это происходит. Происходит это совершенно просто в Kotlin, да, то есть есть определенный, я не буду сейчас даваться подробностей, алгоритм, но тем не менее я вижу, как Сережа сейчас классно расписал, расписал здесь переменные, расписал init, расписал конструктор, просто сам принцип, да, добавил методы, и все у него заработало. Так вот, что важно? Важно вот что. Пока вы изучаете, допустим, только один язык программирования, у вас нет никакого поля. Вы просто воспринимаете прямо в питон наследование вот так. Понимаете? Ну, когда вы, например, подключаете Kotlin, язык программирования, да, то что происходит? Начинает образовываться общее поле. То есть вот эти понятия, на которые, возможно, вы раньше обращали меньше внимания, то есть совершенно понятия общие, общие именно для объектно-ориентированного подхода. В данном случае мы рассматриваем, например, там, наследование, да, наследование. И вы начинаете думать уже в рамках этого именно материала. То есть это уровень намного выше. По сути дела, вы начинаете, у вас в голове начинает происходить сравнение. Вы четко понимаете, ага, и у вас сразу всплывает картинка, что в Python я наследовал так, в Kotlin вы-то потом читаете, ага, Kotlin не поддерживает там множество наследования. А вы, для вас это уже понятная фраза. Если бы вы, допустим, раньше с этим не сталкивались, то вы бы думали, а что это такое? Да все это множество наследований, это очень крутая вещь, да, очень крутая вещь. Просто когда мы просто, грубо говоря, вот как я рассказывал, вот почему в Django класс написать там на класс VIV, да, то мы написали некое действие, а потом просто в новый класс его вставили, да, и уже нам больше ничего не надо делать, оно будет выполняться, это условие. Это и есть множественное наследование, это круто, да. А в Kotlin там придется немножко больше кода. Почему? Потому что там немножко по-другому обозначаются области видимости, потому что это язык со статической типизацией. Но основные парадигмы объектно-ориентированного программирования и самого наследования соблюдены и в Python, и в Kotlin, и они не отличаются, ребята. И там и здесь общее идет о это, некий абстрактный класс, и нам надо перенять от него определенные методы, определенные параметры. Просто это записывается по-другому. Но вот что я хочу очень важное сейчас для вас сказать. Важное в том, что, это я повторюсь уже, что как только вы изучаете второй язык, у вас начинает в мозгах, да, возьмем в мозгах, образовываться поле. То есть вы начинаете оперировать, вынуждены оперировать понятиями именно объектно-ориентированного программирования в целом, присущими для любых языков. И эти понятия становятся вашими. То есть, например, если бы вы изучали один язык, то вы бы только смотрели, да, там, ну, например, там, я извлекаю что-то. Но когда вы изучили, как я говорил, всегда проще выучить ООП Python. Во-первых, ООП Python самая широкая, которую можно только придумать. Конечно, такие вещи, как там мета-классы, но они не присущи другим языкам статической типизации, потому что это можно сделать только в языке с динамической типизацией. Это высший пилотаж, да, в ООП. Когда классы на автомате создают другие классы. Так вот написано Django, так создаются базы ОРМ и так далее в Django. Вот именно по помощи мета-классов написано. Но я сейчас хочу изучить, рассказать о другом. Именно повторяю, наверное, третий или четвертый раз. Здесь дело идет в отношении вас, как программиста. Я еще раз приведу пример. Вот смотрите, пока я изучал, там, в 2009 году начал изучать Python, да, и я изучал, ну, DEV и DEV функции, ну, все понятно. Вот я считал вообще тогда, что функции вот только такие. И смотрите, что происходит. Ведь, так, что я хотел сказать. Сейчас, 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 вот я найду, мне так будет проще. А, ведь совершенно не важно, что в Python ключевое слово DEV, а в Kotlin Fun, а в GC Function. Важно другое, на самом деле, это понимаешь при изучении нескольких языков. Важно, что вы начинаете затрагивать понятия, а какого уровня эти функции. Понимаете? Вот смотрите. И потом мне в свое время понадобился GC. И я, вроде как, начал его изучать, и наткнулся. И там пишется, что в GC там уровни высшего, функции высшего порядка. А я думаю, а что ж это такое? Оказывается, что я знал раньше только DEV, вот как в Python функция. А какого порядка я и не задумывался. Так вот эти понятия и формирует второй язык. Понимаете? Вот это поле, общее. Ведь смотрите. По сути дела, если сейчас, на сегодняшний опыт, а я хочу, чтобы этот опыт у вас с нуля начал формироваться, мы прочитаем. Мы прочитаем. Да? Сейчас я напишу. Должно перевести. Вот. Ну, прочитаем. Любая функция, это объект, бла-бла-бла, как объект в части продавать, изучать качество, вызовем функции высшего порядка. То есть, понимаете? Для меня сегодня, если бы я открыл новый язык, для меня достаточно было посмотреть, какая, какого порядка эта функция. Для меня было понятно. Ну, давайте посмотрим в Kotlin. То есть, в Python. Вот Дима делал домашнее задание. Чтобы вы понимали, о чем. Python является объектно-ориентированным языком, означает, что практически все данные являются объектами. А в Kotlin тоже объектами. Переменно всегда сохраняется только ссылка на объект, а не сам объект. Да? Это разница. Например, можно создать функцию... Так, я другое немножко хотел прочитать. Так, так, так. Вот. Функции, принимающие в качестве аргумента, возвращающие другие функции, в результате называют функциями высшего порядка. Понимаете? Вот Дима сейчас в Python понял, да? Функция высшего порядка – это те функции, которые принимают другие функции. То есть, по сути дела, дальше, если мы прочитаем домашнее задание, то мы поймем, как делаются функции обратного вызова. А это очень важная вещь, потому что во всех приложениях, да, ну, типа там, настольных, мобильных приложениях, функции обратного вызова очень широко принимаются, да? На самом деле, если Дима, зная это, откроет потом GC, и когда он прочитает, что функции высшего порядка, то ему будет понятно, что это за функции и как писать. Понимаете, насколько просто тогда усваивается язык? Становится понятно, с чего ноги растут. Вот что самое главное. Но это достигается только, ребята, изучением нескольких языков. Пока вы изучаете только один язык, движения такого, как бы хотели, не будет. Когда вы начинаете изучать второй язык, то вы начинаете оперировать понятиями, сходными для объектно-ориентированного программирования, сходными для функций, у вас становятся сходными типы данных. Строка же есть и в Kotlin, и в Java, и в Python. Только в Python называется строка, допустим, а в Java и Kotlin называется массив строк. Но ведь разница там не изменилась, и для вас это будет моментально понятно. Поэтому ребята, которые не изучают второй язык, они делают ошибку большую. Почему? Потому что языки все схожи, и имеют в принципе одно и то же. Типы данных имеют, мы сейчас изучаем принцип, которые мы изучаем языки, имеют объектно-ориентированное программирование, которое имеет определенные концепции, на которые вы выходите, и которыми вы оперируете. И взять, а это записывается всего лишь так, да? Нет, Сергей, всего лишь так. Так синтаксис он ложится моментально. Ведь базовые понятия понятны. Дальше всего лишь там разобрали, что собой делает инид, как область видимости обозначить, что, от чего наследуется и как. В Kotlin на это уходит, где оно там? Маленькая часть времени там создается конструктор. При этом тот же конструктор, по сути, есть и в Python, только все немножко по-другому происходит. Но сходство, оно потрясающее, да? И когда вы пишете на разных языках, вы действительно начинаете становиться программистом, и сможете писать потом в конце на любом языке. Поэтому я говорю, для новичков, очень всегда говорю одно и то же. Прошли, начинайте, пришли в школу, начинайте только Python с нуля. Дошли до функции, начинайте изучать Kotlin. Тем более, курс по Kotlin построен немножко по-другому там. Там очень круто построен курс. И у вас потихонечку пойдет сравнение. Спасибо Сергею Васачьему, что вот он сделал. Вот видите, легко переключается с одного языка на второй. Отлично. Услышали? Надеюсь, услышали. Будут две ссылки. Начать нужно с spb-retout.ru и будет ссылка на быстрый старт Kotlin. Недавно я дам еще ссылку. Сергей писал видео. Вот делал приложение, да? Android Studio. Очень-очень приятно. Ну все, давайте. Все получится.